приветствовать мои друзья и гости канала всем огромнейший привет это рубрика вечерние посиделки и мы сегодня поговорим немножечко про недвижимость в прекрасном городе сочи тихо ты куда едешь тихо мы поговорим о прекрасном городе сочи точнее что же у нас такого интересного там происходит ну во первых во первых что касается новостроек цены конечно же фантастические это просто но даже не да не поддаются разуму но при этом знаете многие за спрашивают кто же это все покупает не знаю покупают люди покупают прекрасно знают что связи с тем что разрешение сейчас на столице не дают связи с тем что новостройки сейчас который начинает строиться по федеральным законам 14 ценник становится мягко говоря неадекватный и на этом фоне конечно же легко и просто продаются те квартиры которые более-менее что-то из себя представляют а что из себя могут представлять квартиры но смотрите сегодня например мы с клиентами приехали в жилой комплекс аллея парк до поры до времени я считал что там ценник мягко говоря неадекватным до поры до времени я считал что как бы ну не стоит она того но учитывая как все поднялось в цене то аллея парк стал очень даже интересным объектом для потребителя ну реально как бы плюсов много да две гимназии музыкальная школа в общем много чего там есть и само собой разумеешься на этом фоне конечно же я считаю что это один из самых интересных сейчас объектов один из самых интересных именно и строим приехали мы соответственно покупать да и что же у нас оказалось оказалось то что оказывается на две недели у нас закрыли продажи потому что за праздники было совершено 400 брони ребят не 40 не 50 а 400 и сейчас просто-напросто данный жилой комплекс закрыт закрыт как для посещения так и соответственно для того чтобы можно было там что-то купить само собой разумеешься все равно съездил решил проверить руки дозвонился у них до горячей линии до сказали что пока продажи приостановили потому что ну потому что думают думают выжидает потому что я разговаривал с там застройщиками спрашивал там про новые объекты потому что надо какие-то объект находить для инвестиций очень много людей спрашивают именно инвестиции 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 хотим приумножить свой капитал так далее либо хотим сэкономить купить и по большому счету особо ничего такого и нет соответственно другие застройщики смотрят на краснодарских застройщиков которые у нас строят такие жилые комплексы как фрукты там министерские озера до ума доводит да те же самые летние флора и видят какая у них ненормальная ценовая политика а я говорю с полной уверенностью что там ненормальная ценовая политика то конечно же те дома которые сейчас находятся на предыдаче ли которые сданы автоматически поднимают цены но 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 сегодня например поехали в жилой жилой дом который называется новая заря это объект который построился по федеральным законам 214 и так далее и там например можно купить квартиры на верхних этажах по 180 тысяч рублей за квадратный метр при этом я прекрасно понимаю что мне проще продать клиентам квартиру в жилом комплексе который называется новая заря по 180 чем по 220 например заходить к примеру тот же самый проект например тот же самый случай парк где даже еще по большому счету не проходит регистрация невросреестр ничего пока это мнимые брони непонятно что это будет эти брони ни к чему не обязывает и как в случае например с чайными холмами потом застройщик может эти деньги подержать у себя потом просто-напросто взять и раздать сказать все по таким сценам я продавать не буду я хочу продавать гораздо дороже вот так бы так учитывая все эти реалити сочи то ты начинаешь уже задумываться что же все-таки лучше и тут я все-таки склоняюсь к тому что проще уже покупать готовые сданные дома нежели такие объекты как мир то же самое да южный парк который находится у нас в в районе который называется макаренко да и там по большому счету 188 тысяч рублей за квадратный метр но я думаю что как бы если сравнить макаренко южный парк стройку и 180 тысяч рублей за квадратный метр новая заря то новая заря будет гораздо интереснее а вот что касается например тех же самых домов которые строятся там ситуация немножко другая например те же самые на моцессе почему покупают да вот сейчас тоже встречаю клиента который хочет посмотреть то место посмотреть ту локацию где строится эти домики которые можно купить за 2800 ну потому что альтернативы нет там вы даже за 5 миллионов дом в сочи найти не сможете даже за 6 миллионов и не сможете найти на красной воле самый дешевый домики начинается от 7 миллионов рублей и учитывая вот такое ненормальное ценообразование я сейчас делаю вывод что есть например есть возможность проинвестировать деньги если хочется немножко заработать то проще заработать на домах тем более на дома сейчас мягко говоря спрос вырос при том вырос не просто сильно а очень сильно вот как бы такая суровая правда жизни теперь что касается в целом да что происходит на рынке недвижимости судя по нашей компании сделки очень хорошо до прошлый год у нас был по компании рекордным по количеству валового дохода и так далее опять же сейчас у нас тоже мягко говоря прикрывает лавочку с апартаментами и соответственно те апартаменты которые сейчас есть на данном этапе мягко говоря ценник уже становится не совсем адекватным потому что ввели запрет на выкупы тех самых гостиниц и соответственно как раньше застройщики делали они просто напросто делили это все на помещение доводили до логического завершения продавали как нежилое помещение как часть бизнеса поэтому исходя из этого конечно же ценники поползли очень сильно вверх самое интересное что на находятся люди которые покупают и при этом ты прекрасно понимаешь даже с учетом того что в сочи там живет 600 тысяч человек когда может быть 150 тысяч населения учитывая что например в самой москве там по 20 миллионов там бывает да то даже если например те самые люди например захотят там например даже там пять процентов купить эту или иную недвижимость то все равно они соответственно купят но опять же кто в основном покупает недвижимость я не могу сказать что москвичи рвутся в случае нет не могу сказать что там санкт-петербурга нет это в основном у нас дальний восток это в основном у нас те же самые ребята которые мягко говоря переезжает сурового климата ну потому что смотрите вот сегодня у нас погода считается плохая сегодня плюс 10 градусов вчера температура воздуха была плюс 22 градуса и само собой разумеешься например в уорске сегодня минус 32 и многим людям наверное комфортнее по поводу блин ну ты что делаешь многим людям наверное комфортнее все таки жить в тепле и после там будет небольшой дождик нежели не знаю там в холоде минус 32 градуса когда там просто невозможно ни машину сесть невозможно проехать и так далее ну и опять же сочи подкупает как многие говорят это по-настоящему уже похож на европейский городок да если мы не будем замуж заезжать на такие районы как соболевка если мы не будем заезжать такие районы как тимирязева если не будем заезжать такие районы как верх курортного городка и на этом фоне ты прекрасно понимаешь что как бы где жить если не в сочи хотя вот я был москве мне москва тоже понравилась чистенький город ну в том плане что чистые дороги как бы тротуары ну действительно круто то тоже мне нравится но при всем том что многие из вас за эти деньги можно купить квартиру москве нет за эти деньги которые продаются квартиры в сочи в москве не купите подмосковье да ну например то же самое подмосковье например орехово зуево но мало ли чем отличается от орска те же самые грязные улицы те же самые старые дома та же самая разруха все то же самое поэтому я считаю что знаете есть такое понятие вот москва да вот там например и вот за мкадом там да вот и конечно собой москве сидном я потому что даже и жил это круто хорошо ну как столько ну только же вот не связь но только стоит уехать там буквально за 20 километров за 30 километров от москвы и уже все становится очень даже печально то же самое конечно не может касается и сочи само собой центр адлера красиво хорошо прекрасно центр сочи то же самое даже сегодня мы съездили в догомыс те люди которые прям явные противники догомыс а сегодня посмотрели что он себя представляет даже в дождь и действительно как бы но очень даже круто ребят потому что догомыс по-настоящему преобразился догомыс по-настоящему расцветает и все это тоже благодаря тем самым застройщиком которые вкладываются в инфраструктуру один застройщик соответственно что сделал сделал детский садик другой застройщик сейчас делать торгово развлекательный центр 3 там сделал там бассейн и так далее и на самом деле круто видно что как бы развивается не только там сам центр сочи там да или например адлер или например гаселок поселок городского типа например то же самый сириус но и другие микрорайоны прям как бы очень хорошо в сочи получили свое развитие ну вот как бы так поэтому конечно же спрос на недвижимость в сочи однозначно будет по одной простой причине потому что сейчас на данном этапе дефицит жилья даже вот мы одну квартиру посмотрели в новой заре пока брали документы пока бронировали все ее уже купили пришлось резко оперативно выбирать другой вариант понимаете и это у нас сплошь и рядом как бы многие мои клиенты да иногда обижается там например те же самые дома там не например приезжали мне клиенты дом смотрели там за 45 миллионов рублей мы думать будем думать потом все-таки через 10 дней надумали а я дома взяли и уже купили конечно обид было очень и очень много весь мир плохой все в сочи козлы и тому подобное на самом деле здесь как бы винить нужно больше не сочи себя потому что вам впервые в первый же день показали то лучшее предложение которое есть прекрасном городе сочи там уже то что вы не воспользовались это ну ваша проблема как говорится кого дергает чужое горе но логично же я тоже думаю что логично вот так бы так то же самое касается и квартир те же самых и все но опять же на этом фоне конечно же сейчас многие из вас как бы верят в чудо думают что есть предложение от инвесторов которые будут гораздо дешевле чем например от застройщика на самом деле вы заблуждаетесь ну представьте себе что вы на секундочку инвестор что вы покупали квартиру например год назад или там полгода назад либо полтора года назад как некоторые купили в жилом комплексе новая заря и сейчас вы видите что у застройщика осталось квартир очень мало ценник мягко говоря не самый низкий и как вы думаете захотите ли вы сделать такую хорошую услугу для кого-нибудь да кто хочет купить хорошее безопасное жилье со всеми документами просто взять и продать например квартиру ниже рынка чему застройщика ну просто да вот как бы когда вы видите что дефицит жилья когда увидите что особо квартиры уже и нет и предложение ограниченным ну и конечно же все хотят заработать и да может быть рассчитывали там купить квартиру по 85 тысяч без заката на метр продать там по 140 по 120 когда есть возможность продать по 180 смысл продавать по 140 вот у меня сейчас очень много инвесторов которые в свою очередь я буду ну что давайте у меня есть клиент давайте сделаем ниже там на какую-то сумму они бит максимум не горит поэтому да мы продаем вот тут как у за застройщика ну можем это тысяч пять с квадратом метра скинуть все как у за застройщика потому что они понимают что не продадут они в этом месяце на следующий месяц ценник станет выше не проводят на следующий месяц через два месяца ценник еще будет выше и в принципе я их разделяю да вот действительно разделяю их мнение потому что например в квадра да и себе не продал бы квартиру бы я бы сейчас патр смог бы спокойно квартиру продать миллионов за 8 например мне мой коллега по работе продал стыковую квартиру на втором этаже я например правда тоже на втором этаже только у меня была не стыковая такая хорошая там с видом там все он продал стыковую прямо рядышком со мной у меня была квартира 290 он продал квартиру 289 и соответственно продал мне еще за 8 миллионов рублей я продал за 6 половиной миллионов рублей я прекрасно понимаю что данная квартира его было ну мягко говоря менее ликвидно чем моя но в общем продал и все по сути прошло я продал квартиру в августе месяце в сентябре ну вот прошло 4 месяца и вот такая цена до полтора миллиона полтора миллиона 100 стала цена квартиры выше поэтому это прекрасно все понимают также и поэтому как бы ждать от инвестора предложения дешевле но мягко говоря не дождетесь потому что инвестор пошли все умные и грамотные теперь что касается теперь столько что касается некоторых из вас например мне один из клиентов написал секундочку один из клиентов написал максим добрый день хочу приобрести инвесторскую квартиру бюджете с половиной миллионов рублей и за одно подскажите что вы думаете о жилом комплексе морская симфония там есть квартира 50 квадратных метров примерно в эти деньги но без вида от слова совсем стоит ли рассматривать ваш подписчик алексия добрый день по симфонии написал думайте сами без вида продадите его с дорожанием или нет то он пишет там сейчас цена 180 за квадратный метр а мне предлагают по 150 а цена будет получается 200 ну и хоть и хочет еще взять ипотеку ну и конечно помощница все расписала и так далее все вчера он выходит на связь максим добрый день сделка моя по морской симфонии не состоялась так что готов рассматривать иные варианты есть пять семьсот и и миллион семьсот восемьдесят одобрена ипотека но я пишу это судьба и он мне пишет по симфонии там странно продавцы нет не странные продавцы ребят это называется вы странный еще раз повторюсь сейчас фишка стала у риэлторов они размещают объявлением данных жилокомплексах якобы квартира от инвестора дешевле и тому подобное берут ваш контакт потом сам последний момент якобы инвестор передумал или инвестор уже продал либо еще что-нибудь и потом вас начинает перейтирует на другой потому что морской симфонии нет перепродаж ниже чем у застройщика потому что у застройщика там квартир почти не осталось люди тоже не дураки те же самые инвесторы поэтому они и могут зарабатывать деньги и они в свою очередь потихонечку берут и уже как бы даже ценники ставят инвесторов вы даже сейчас на выше чем у застройщика но реально это суровая правда жизни для того чтобы вы приехали там вас за вас заманить ну такие варианты делать тем более инвестор инвесторы не всегда готовы продавать квартиру ипотеку не хотят они с этим заморачиваться не хотят от этих беззнальные деньги чтобы приходили не хотят показывать сумму в договоре и так далее поэтому как бы я знал точно 100 процентов что это развод ну я ему не сказал ну как бы ну как бы это судьба он в смысле ягу ну вот есть тоже такое выражение лох это судьба но реально но я написал что лох не сам ну он наверно сам догадался потому что волшебства в сочи не бывает еще раз повторюсь при всем том на многообразие квартир которые вы видите на авито нациане там на дом клики так далее сейчас сочи реально дефицит жилья сейчас реально тяжело что-либо подобрать и когда выстрелили такие предложения пример как вот я на светлане снял квартиру и не нам написали комментариях это не светлана это лысая гора ребят а с каких пор у нас лысая гора перестала быть микрорайону светлана если вы возьмете да есть понятие вверх светланы и не светланы например то же самое курортный городок есть низ курортного городка до улицы ленина есть вверх курортного городка но все это микрорайон курортный городок то же самое и район светлана есть не светланы да где у нас новая александрия там где у нас находится жилой комплекс millennium tower там где находится у нас комплекс светлана парк и так далее там где находится у нас жилой комплекс москва жилой комплекс витанова да это не светланы но есть у нас также и И вверх Светланы, там, где у нас находится та самая улица, Лысая гора, там, где находится Горгас, это все относится к району Светланы. Когда мы уже вниз падаем, за улицу Пятигорскую вниз, на улицу Молодоговоря-Судейскую, мы попадаем уже в район Соболевку, понимаете? Поэтому, какой там, никаких обманов нет, ничего. Как бы она и в Африке, Светлана, как бы без разницы, Лысая гора, не Лысая гора, это так, это факт, как бы так. То же самое, что касается, вот, например, продам квартиру в Центральном Сочи, да. Например, Донская, это Центральный Сочи, это у нас не Хостинский район, это у нас Центральный район. Например, улица Транспортная, да, 17-2. У меня прописка там была, все, это Центральный район Центрального Сочи, да, там от моря 4 километра, да, там еще что-то. Но я продавал квартиру свою в Центральном районе Центрального Сочи, как бы это факт. Другое дело, что это не центр Сочи Центр Сочи у нас в принципе можно назвать пятачок Вот именно прям настоящий центр Сочи Это от парка Ривьера, это улица Виноградная И соответственно можно там до, не знаю, ну давайте образно до улицы Яна Фабрициуса Действительно это центр, как бы центр Сочи И в глубину это не дальше, чем например как раз у Донская на пересечении с Донской Донская там переходит в транспортную Вот этот пятак, в том числе вдоль реки Сочи Да, это центр Сочи Ну как бы так, и можно по-настоящему называть Но у многих понятие центр Сочи это у нас морской порт От морского порта там немножечко, там может быть метров 200 в глубину можно посмотреть Там улица Первомайская, улица Рос, улица Воровского, Островского Я в принципе с вами так частично согласен Да, это тот центр, в котором хочется жить Хотя с другой стороны многие, кто там пожили, уже и не хотят жить Да, пешочком можно погулять Например, для меня это не важно Потому что я постоянно на машине, мне без разницы где гулять Ну по большому счету Например, вот я переехал, да, вот заплатил за квартиру в 2,5 раза больше, чем у меня была Ну, например, от транспорта до Острова Мечты без малого 2 километра От Острова Мечты до морского порта еще получается 2 километра Ну и что по итогу? Да, 2 километра я выиграл Но квартиру в Мелоделесе продал за 6,5 миллионов рублей Здесь купил за 15 миллионов рублей Поэтому стоил он того или не стоил, не знаю Ни разу еще я пешком не прогуливался Не выходил в сторону улицы Новогинская, в сторону морского порта Потому что если мне нужно погулять, я все равно приеду, например, на тот же самый морской порт Поставлю машину на парковке и спокойно буду ходить, спокойно буду гулять Вот как бы так А там дальше уже думайте, стоит ли эта переплата или не стоит эта переплата Вот как бы так Теперь, что касается моря и тому подобное Близость моря Ну, как правило, говорю, даже у меня мама насколько любит море Она там, когда приезжали, они ко мне в гости Они там каждый день ходили на море А здесь за 2,5 месяца мама была на море всего лишь один раз Да, папа с утра ходит на море, ходит на рыбалку Да, но это папа А мама вот как бы так Хотя папе было без разницы, море будет близко или море будет далеко Они хотели ровную поверхность По большому счету взяли немножко на пригорке Потому что они находятся на расстоянии 28 метров над уровнем моря И соответственно, чтобы пойти к морю нужно спуститься Чтобы подняться с моря тоже нужно немножко в горку Да, вот, чтобы дойти назад Ничего страшного Папа сказал, что, блин, супер, все хорошо Хоть чувствует, что там немножко там какая-то нагрузка идет и так далее Ну, не знаю, папа от этого получает удовольствие И прекрасно понимает, что если бы у них квартира такая была на ровной поверхности То квартира была бы полностью вся сырая Здесь же квартира вся сухая Они квартиры довольны, все хорошо, все супер, все классно Например, вот я, например, на ровной поверхности никогда в жизни не взял бы теневую сторону Или, например, не взял бы квартиру, например, на первом или самом втором этаже Потому что сырость была бы просто лютая и жестокая Вот как бы так Тоже эти особенности нужно учитывать Теперь, что касается в целом, да Какая же цена сейчас на недвижимость в Сочи Ну, смотрите, готовые сданные дома, готовые сданные объекты Да, вот, если там все хорошо с документами Нужно ориентироваться на цену от 160 тысяч рублей за квадратный метр и выше Да, исключение это у нас министерские озера Там можно купить по 120-130 тысяч рублей Но министерские озера, это не совсем та недвижимость, которую вы хотите приобрести в городе Сочи Ну, если мы будем как бы нормально трезво рассуждать А вот, например, то, что более-менее вам подходит, например, это стоит 160-180 Если же хочется такие хорошие комплексы, как, например, Остров мечты, да, это 220 тысяч рублей за квадратный метр Если хочется такой жилой комплекс, как Парь Горького, это 250 тысяч рублей за квадратный метр Если хочется Воровского 41, это 300 тысяч рублей за квадратный метр Если хочется такой жилой комплекс, как Миллениум Тауэр, да, как бы на Светлане на самом низу То там нужно готовить 350 тысяч рублей за квадратный метр Ну такие цены, ненормальные цены Если, например, возьмем с вами жилой комплекс Посейдон Да, там раньше можно было купить по 200 И многие говорили, дорого все Сейчас же в жилом комплексе Посейдон перепродажи идут по 250, по 270, по 280 тысяч рублей за квадратный метр Потому что жилой комплекс Посейдон это единственный законный объект Который построился по федеральным законам 214 Который, соответственно, в свою очередь имеет статус квартиры Который имеет расстояние до моря 100 метров Ну и опять же, на Мамайке сейчас цена еще сильнее поднялась Потому что все знают, что там строятся школы И как только построятся школы, это был единственный минус Почему Мамайку все не переваривали Потому что там не было школы пешей доступности Ближайшая школа была на Донской Как только сейчас добьют эту школу, построят Я думаю, что микрорайон Мамайка будет стоить как минимум 300 тысяч рублей за квадратный метр Потому что в целом на Мамайке плюсов очень-очень даже много Ну мне, например, этот микрорайон не нравится Минусы тоже есть Это сырость, это то, что меня не устраивает Это полуголые туристы кричащие, которые не знают понятия никакие Не знают, что такое этика и так далее Я вот как бы не хочу При всем том, что я к туристам очень хорошо отношусь Но большинство туристов, конечно же, ведут себя извон плохо И ты не хочешь находиться вот в этой прекрасной ауре Вот как бы так Теперь, что касается других микрорайонов Да, Адлер то же самое Если мы берем с вами безопасный объект, например, то же самое, веселый Да, тоже до моря будет 2 километра пендюхать Например, тот же самый жилой комплекс фрукты То сейчас там ценник 200 тысяч рублей за квадратный метр И многие там спрашивают, а есть перепродажа? Да, перепродажи есть Но перепродажи стоят ровно столько, сколько и квартиры от застройщика Потому что никто из инвесторов не хочет там тупить и так далее Когда цену делают ниже? Тогда, когда очень много предложений И когда как бы спрос меньше, чем количество предложений на рынке Сейчас ситуация обратная По большому счету тоже я вчера разговаривал на тренировке с одним из застройщиков И он мне рассказал про дом Я как-то его дом показывал И дом стоил реально дешево Дом стоил примерно 9 миллионов рублей Готовы были от него избавиться Как бы это была срочная продажа и все По итогу эта срочная продажа не состоялась И получается Как бы ничего Ну в общем как бы деньги там нужно было на участок Потом он соответственно как бы решил, что участок ему как бы особо не нужен Ну и в общем поставил дом цену 18 миллионов рублей Ну я еще поржал, думаю Он приедет, сними Говорит, я цену немножко поднял Теперь за 18 продаю Я говорю, нет, спасибо Говорю, у меня там заклюют в комментариях Потому что я видеоролики предыдущие не удаляю Вчера он сказал Говорит, Макс, я продал дом Я говорю, почем? Он говорит, за 18 миллионов Я говорю, серьезно? Он говорит, да Когда продавали, мы с тобой за 8, за 9 миллионов Готов был за 8 отдать Его не брали, там где-то подвох ждали и так далее Как только цену поднял Говорит, я дом поднял Ну как бы продал, не поверишь, за 3 дня Ну вот, в общем, посмеялись И тоже, говорит, все ждут каких-то горячих предложений Все ждут чего-то там, еще что-нибудь Ну а по факту, по факту люди не готовы покупать горячие предложения Ну и как показывает практика, говорит Почему-то, говорит, если дешево, то люди думают, что значит это, ну, значит подвох и так далее Да, как, например, вот квартира на Светлане, да 45 квадратных метров, там, с четырьмя окнами Третий этаж из четырех, да Четыре миллиона двести, все ждут подвох Сейчас, думаю, если на него поставить цена пять с половиной миллионов рублей Я думаю, что она легко уйдет Ну, потому что так Потому что людей наших не переделать Потому что люди, ну, как бы, не знаю Может быть, они сами привыкли кого-то обманывать И поэтому ждут то же самое других Что их хотят обмануть Хотят их там, что еще с ними хотят сделать Поэтому и получается такая ерунда Даже я, когда вот покупал квартиру Когда мне один из фототыщиков предложил квартиру Там по такой цене Тоже ждал какой-то подвох Там все документы перепроверили Все сделали Потом, когда убедились, что оказывается Все там чисто, все хорошо Мы эту квартирку себе забрали И, блин, ни на секундочку не пожалел Потому что, например, сейчас мой друг Покупает в соседнем доме Квартиру на втором этаже Мы взяли на первом этаже На втором этаже Берет квартиру в 100 квадратов метров Это 5 квадратов больше, чем я взял родителям Я родителям взял 95 Притом у них там предчистовая отделка Без ремонта И он и покупает ее дешево Считается за 17 миллионов рублей 17 Это считается дешево Считается ниже рынка Потому что так цена уже там Должна, по идее, быть по рынку 22 миллиона рублей Вот такая суровая правда жизни, ребят Поэтому, что хочется сказать Да, предложение, может быть, иногда и есть ниже рынка Но, знаете, как бы, если предложение действительно прям стоящее Выкупает свои Если, например, обычно могут Эти квартиры обычно, если даже по такой цене не выкупаются То по простой обычной цене в 100% их разбирает Вот как бы так Что из выводов По поводу того, что вы обращаетесь Есть ли инвесторские предложения? Да, ребят, есть Я всегда говорю, есть Но не ждите, что они будут дешевле Ну, максимум 5 тысяч с квадратных метров будет дешевле Чем, например, квартира у застройщика Не больше Если, например, мы берем с вами вторичный фонд Иногда вторичку можно купить относительно недорого Но это скорее исключение Это, скорее всего, люди, которые Как бы продают, может быть, дистанционно Которые не владеют рынком или еще что-нибудь Они могут продать А так, в целом, чтобы там прям хорошее предложение было Ну, такого я прям, ну, не встречал Теперь, что касается будущего в Сочи Что будет? Ну, скорее всего, стройки, конечно, будут возникать Но учитывая того, что на эти стройки идет большая социальная нагрузка Да, там школу построить, детский сад Все это ведет к тому, что происходит удорожание квадратного метра По большому счету В стройку сейчас вкладываться не особо выгодно Проще уже подобрать готовость данной объект Что касается частных домов Тоже пока не вижу прям хороших строек Которые, например, можно было купить Например, у меня сейчас друг строит дома Хорошие дома строит под ключ С видом на море все Ну, он говорит, я их не продаю А если продаю, может, снять Хотя это пока только участок 100 миллионов дом буду продавать Я не буду продавать дешевле Как бы Не хотят сейчас Пускай сейчас покупают Не хотят построить Ничего страшного нет Потому что, говорит, я вижу рынок Сочи И нет смысла там какие-то делать скидки В том числе даже и на котловане Вот как бы так Вот это суровая правда жизни Ладно, ребят Вам всем хорошего настроения Вам всем добра И, конечно, вас сейчас Многие риелторы будут заманивать к себе Потому что они прям уже понимают Что когда вторичку размещают Что это развод Люди стали понимать И это риелторы понимают Что да, они разводят вас Они теперь делают по-другому Размещают новостройки По цене якобы ниже Чем у того же самого застройщика Якобы от инвестора Но схема обмана та же самая Вот как у меня вот клиент Вот какие-то продавцы ненормальные Да нет, это вы ненормальные Ну реально Если вы думаете, что кто-то там будет Вам делать спонсорскую помощь И продавать квартиру дешевле На 50 тысяч рублей с квадратного метра Ну вы ошибаетесь Дураков в Сочи реально нет Потому что дуракам Ну реально В Сочи Он недоступен Потому что дурак Он не умеет зарабатывать деньги А умные люди Которые умеют зарабатывать деньги Которые соответственно инвестируют грамотно В недвижимость в Сочи Они свою выгоду Никогда не упустят Вот как бы так Вот это суровая правда жизни Ладно Теперь будем с вами прощаться Я уже в принципе почти Даже с учетом пробки Доехал до аэропорта Я думаю ехать осталось 10 минут Я думаю у меня уже клиент Уже отписался А потом еду в баньку Да-да-да Всем добра И пока